в день мы поехали не запросив какие-то там карты и еще что-то мы просто глупым по европам не подготовлены поэтому не буду я так вот как буквоед рассказывать где мы находимся какого года и что просто гуляем городишко довольно маленький так что приезжайте сюда тут нечего планирует допустим как валенте или в барселоне да поэтому просто приехали и пошли гулять по городу середине города виднеется замок поэтому мы идем к этому замку увидели идем показываем двигаемся к замку просто двигает вдоль этой стены замковской нарываешься вот на такой туннель опять же все это впервые не знаем что внутри ну походу тут не так много дорог чтобы ты где-то что-то спутался и ты просто идешь вместе с потоком смотришь более-менее ребята с рюкзаком с фотоаппаратом идут вам туда мы двигаемся так и попадаем в какой-то туннель а у тебя фотики да типа полагаешь это вход замок и надеюсь что это так оно есть здесь сразу прохладненько если там сейчас на улице где-то в районе плюс 42 на солнце то здесь внутри конечно же другая вещь прохладно и туннель на скидку примерно метров 100 100-150 метров вот такой туннельчик в такую жаркую погоду действительно хорошая вещь а а а и и и и Парадал, парадал, поэтому туннельчику не хватает какого-то такого звукового оформления, так что мужичок здесь не зря. Посмотрим, чем закончится этот туннель. Так, обидно, но информационный центр это чисто не то, там просто экскурсии какого рода, дайвинг, яхты, шмайминг, короче коммерческие туры, ничего не скажет о Дэнии, так что вот это плохо, когда я приехал в Дэнию, я случайный турист, я не могу в этом городе хоть на каком-то языке что-либо узнать, поэтому будем идти дикарем. Кстати, здесь очень красиво. Чем нравится Дэния? Тем, что здесь есть и старый город, и современный город, так что любители старинного здесь найдутся, что посмотреть, и любители современной Испании здесь тоже найдут минусы. Куда бы вы ни пошли, вы всегда будете либо идти в гору, либо спускаться с горы. Еще один минус, жара. Сейчас солнце, на солнце, 42 градуса. Так что, если хотите какую-то такую среднедемномерскую диету, то это то, что нужно. Выпить немножко сангрии и побегать по местным горам. Ну что, идем в замок. Итак, интересная, наверное, информация о том, что замок работает с 10 дня до пол первой ночи. Представляете, до ночи работает замок, это же интересно. Ну и вход в замок такой нормальный, испанский замок, по-моему, прикольный. Ну что ж, ребят, зашли мы в замок. Замок стоит 3 евро в персоны. Не ахти какие деньги, посмотрим, стоят ли они того. Есть вариант более пологого спуска, и есть более экстремального. В любом случае, если вы сюда с коляской, а может быть с инвалидами, или еще как-то не получится. А Испания такая штука, куда бы ты ни пошел, ты пойдешь всегда в скалу. И этот замок надо штурмовать так же, как его когда-то испанские, как их правильно называют. Ну, испанские рыцари когда-то штурмовали этот замок. Историю не знаю, я просто говорю. Так и нам его придется сейчас штурмовать. Камера показывает очень плохо, потому что здесь такое солнце, ну, 40 градусов. И свет очень трудно сфокусировать. Да и особо заниматься этим не хочется, еле двигаешься. Очень жарко на самом деле. Местная церковушка зовет прихожан молиться. Слышите, какой звук? Это сверчки, которые достали уже с утра до вечера. У них брачный сезон в августе. И такой перезвон. Ну, своеобразный испанский перезвон. Он не сравнен с тем, чтобы выйти в Бельгии, Голландии или там в России где-то. Но вот такой перезвончик. Слышите? Сейчас мы зашли в музейчик и посмотрим, что в этом музее интересного есть. Так понимаю, что то, что была найдена при раскопках в этом музее, ну, все эти амфоры, всякие вещи, вот их можно здесь обозреть и посмотреть. Очень хорошая вещь, на улице жара, подвольте прохладно. И сейчас полюбуемся артефактами. Если честно, не большой я любитель испанских артефактов, но хорошая штука, когда можно комбинировать жару с холодом. В подвальчик зашли, охладились, вышли опять на 40 градусов. Кайф. Своеобразный. Надо чем-то развлекать туристов. Туристы. Вид очень интересный. Стою здесь, здесь солнечные часики, вот здесь вот, ну, испанские солнечные часы. И вот там за спиной количество яхт в Дэнии. То есть, если мы будем там в Бенедорме или в других городах, то такого количества яхт не будет. О чем это говорит? О том, что в Мажоров, а здесь сосредоточено гораздо больше, чем в любом другом испанском городе. По крайней мере, до сегодняшний день, в котором мы видели на Коста-Бланка. Мы так примерно подсчитали где-то пять сотен яхт только на этой парковке. Это не единственная парковка. Дальше по побережью таких как минимум на скидку. Я могу ошибаться, это только первый день в Дэнии три. То есть, где-то в районе полторы тысячи яхт всегда на приколе, либо курсируют. Это о чем-то говорит. Понятно, какая здесь стоимость будет всего, и понятно, какая публика здесь тусуется. Ну, а мы же можем любоваться на яхты. Кстати, это яхты среднего класса, яхты побогаче, находятся туда дальше. Там и для них другой пирс. Но с этого замка видно только яхты попроще. Скромность, видимо, украшает. Так, ребят, надо понимать, что Дэнии городишко небольшой. И эта часть Испании не то место, где кишить такими интересными достопримечательностями. Все-таки здесь люди приезжают отдыхать, загорать, может быть, питаться, да, вкусно. Но не смотреть на достопримечательностей. Для этого едут на север, а в Барселону, в другие города. Поэтому здесь достопримечательностями, конечно, тоскаловато. И мы очень мало показали про этот замок. Но тут показывать особо нечего. Сюда люди для чего поднимаются? Чтобы посмотреть на сказочный вид. Сделать там 20 хороших фотографий. Ну и как-то убить немножко время. Все-таки приехали в Дэнию, надо себя чем-то заняться. Вот подняли замок. Не сказать, что здесь скучно, а здесь очень так интересненько. Но без экшена. Замок реально очень старый. Настолько старый, что наша история, она как бы за грани понимания тех событий, которые здесь были. И сказать, что это место интересно для достопримечательностей, это неправда. Но как один из объектов для посещения, он мне подходит. Залезли на очередную площадочку. Вот то, что я говорил. Все-таки не обманул я. Очень часто просто импровизируют. Смотрите. Первая парковка на полторы тысячи яхт. Вот там яхты VIP-класса, такие как Боря Абрамович любят. Вот они за домом не видно. Ну их там полтинчик. А вот туда дальше смотрим. Еще примерно полторы-две тысячи яхт парковка. И за углом, где маячок, там тоже парковочка. Понимаете? Так что вот просто встал с дворцовой стены. Ну порядка трех тысяч яхт. Они находятся здесь. Представляете? Вот просто такие. Ну класс такой. Примерно до 150-200 тысяч евро. Такие скромненькие. Не за полторашку миллионов. Вот как вот эти вот стоят, да? Там полтора-два-пять миллионов. А вот такие вот бюджетненькие, скажем так, плавсредства. Город. Город выглядит здесь современный. Внизу около замка что-то есть старенькое. Действительно, нашли такую улочку, где ну так приятно посмотреть. Там замком, домом по 400 лет, да? Вот там уже современный город. И антураж, это конечно эти скалы. Скалы девственные. На них нет никакой застройки. Выглядит обалденно. Извиняюсь опять за фокус. Плюс 42. И солнце не поймешь, какое ощущение, что светит в зените. И поэтому поймать вот камерой очень сложно. Да и не очень хочется на плюс 42. Хочется быстрее отснять и бежать куда-то попить холодненького пивка. Зачем подниматься в замок за 3 евро? За этим волшебным видом, который за моей спиной. Теперь вы это видите. И это того стоит. Хотите получить пару двадцатку хороших фоток? Они здесь есть. Поднимайтесь. Ну а мы спускаемся. Стоит поговорить пару слов о местном климате. Значит смотрите. Если сейчас прислушаетесь, то такой звук трещетки. Вот это трещат сверчки. И зараза целый день на жаре. Такое адское под 40 градусов. Да? И вот это трррррррррррррррррр. Они просто достали. Здесь везде на деревьях есть ловушки, чтобы их хоть как-то отлавливать. Потому что крыша едет. И просто жарко тебе нереально. И вот эти хрени еще сверчат. Так бывает не всегда. Я уже в Испании довольно долго нахожусь, скажем так, да И поэтому поделюсь своим опытом То есть трещать они начали примерно в конце июля Я полагаю, что у них сейчас просто какой-то сезон брачный У этих сверчков И они куда бы ты ни пошел Они примерно по 9 сантиметров На полтора такие саранча Синенького цвета, под цвет дерева Ее даже не заметишь Но трещат ужасно К любому дереву, к которому подходишь, просто треск Ну и не забывайте, что самый пик адской жары приходится на август То есть это то время, когда, как ни странно, все отели заняты Стоимость минимальная, более-менее толкового отеля 200 евро Я не сказал, хорошего, VIP и так далее А в таком, в котором ничего не подхватишь, а просто можно переночевать 200 евро на этот сезон, имеется в виду август И вот минусы Это жара и минусы этой сверчки Поэтому, когда будете брать отель где-нибудь в горах и в Литве Хочется этой тени Но получится вот это сверчание Она будет круглосуточная До двух часов ночи, зараза, сверчат Вот, в такую жару Видите, за мной не многолюдно, а хотя это туристический объект Нормальные люди в такую жару идут куда-то кушать У них сиеста Она длится примерно там с 11 до 2 То есть в это время они примерно все уходят куда-то пить холодное пиво Кушать что-то И пользуются пляжами до 11, там 12 и после 5 Но такие фанатики, как мы, которые здесь, скажем так, не совсем на отдыхе Нам в самый раз здесь любое время здоровье благопозволяет Но когда вы едете с детьми И со своими родителями Имеете в виду, что вот эти минусы они есть Незначительные, но если у кого-то какие-то проблемы со здоровьем Не позавидуешь этим людям В плюс 40 при прямом солнечном луче Бродя, по старому городу натыкаемся на церквушку Опять не похвастаюсь, что за церковь, историю Но если действительно интересно, посмотрите, где мы в гугле И по-испански не читая Подошел даже, что это за церковь, фиг он знает Давайте просто зайдем, посмотрим, что за церковь Конечно, надо соблюдать домик приличий Все это дело тихо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, повезло, мы попали даже на католическую мессу Что интересно заметил, у них не ставят свечки Они очень боятся пожаров И поэтому у них свечки электронные Ты кидаешь два еврика туда, и загорается одна свечка Такой как, ну, аттракциончик что ли, аппаратик такой И что интересно, у них не просто истуканы, как у католиков Я говорю конкретно про испанцев А у них такая фишка, они мумии такие ложат Как бы усыпальницы, где там Дева Мария, допустим, или Иисус спят Ну, и не иконы, и не истуканы, а вот такие вот как бы усыпальницы небольшие Ну, интересно, конечно же, побыть на месте, послушать Что интересно, что у них там священник, как он говорит во время месяца про футбол Вообще какой-то прикол Ну, очень позитивно Если бы я в Польше зашел и примерно начал ходить с видеокамерой Или попытался что-то сфотографировать, меня бы точно разорвали бы Или в любом мусульманском храме, или у староверов А эти очень позитивно на все реагируют И на камеры, на фотоаппараты, ну, практически не реагируют Относятся очень добро Вообще, надо сказать, в Испании нет агрессии Не знаю, почему, я ее здесь не встретил Может быть, не ходил по таким местам, особо злачным Но традиционный образ жизни, видя обычного гражданина С агрессией ты столкнешься вряд ли Агрессии нет даже у полицейских Вот это точно надо заметить Но мы дальше двигаемся гулять по Дене И посмотрим, что нам попадет дальше Под ноги или под руки Совершенно случайно в Дене наткнулись на такую улицу Где с левой и с правой стороны такие баобабы Это аллея, которая даже в 40-градусную жару Имеет, наверное, такой приятный, скажем, градус Градус в 20, где можно, ну, не заходя А в какие-то кондиционные помещения, которые кондиционируются Просто идти по улице и кайфовать Вот в центре Дене и вот эта листва Ну, не знаю, как дерево называется Похоже чем-то на клен, чем-то на абабаб, что-то такое средненькое Но здесь прохладно Сейчас пик, 12 часов, улица заполнена Все начинаются, все идут кушать А это такая торгово-кафейная улица Очень хорошая, очень приятная Так, чем приятно Дене Сейчас сидим в аэропорту И отсюда можно за 50... А где мы сидим? В порту Сейчас мы находимся в порту И вот это то место с Деней Откуда отходят паромы на Ибицу Отсюда паром на Ибицу стоит 55 евро Причем, если вы плывете в 9.30, на Ибицу 55 евро И вернуться вы можете в 11.20 Один день на Ибице 55 евро отсюда платите Берете роллер за 30 евро в сутки И объезжаете всю Ибицу Это без тусовок, без дискотек, без всякой фигни Если вздумали остаться на Ибице на дискотечку Ну, минимум вам и обойдется это удовольствие в 200 евро Поэтому, что на один день там 200 евро Что на два дня 250 на Ибицу Есть смысл отправляться из Дене Но сегодня на Ибицу мы не едем Поедем, наверное, на следующие выходные На этой хотим насладиться городом Дене Изучить здесь все, посмотреть все Помимо поездки на Ибицу Здесь самые дешевые туры Это 12 евро, о, 15 Катамаран водный, под парусом идете И там даже питание предусмотрено на 10 часов Порядка 10 водных экскурсий Можно погонять там на водном отсеке На батискафе с прозрачным дном Покататься на яхтах И здесь как бы порт И отсюда можно отплывать во все Средиземноморные круизы Здесь они делают парковки Можно пересаживаться на эти круизы И таким образом Путешествовать по Средиземноморью Самое дешевое предшествие, как я сказал, 15 евро Ну, самое дорогое, я думаю, предела не имеет За моей спиной это центр Денни Здесь такие небольшие, средненькие яхты Там уже яхты мажоров стоят Ну и средние яхты по левой и по правой стороны Их множество Сколько стоит, кстати, по Средиземноморью снять яхту? Самая дешевая яхта вам обойдется на 4 часа в 200 евро По-моему, не такие уж большие деньги Туда загрузка до 7-8 человек За 200 евро, это, по-моему, есть смысл Вот чем интересно Денни А тем, кто хочет круто покататься на яхте 200 евро, вряд ли вы где-то еще по-крутому покатаетесь Это с лазурной водой, с уникальными пещерами Ну и с прочими прелестями Интересная фишка, увидели еще одного блогера испанского Он путешествует просто сам по себе И у него на рюкзаке солнечные батареи Открыл, пока он путешествует, они заряжают накопитель Для того, чтобы он мог потом камеру подзарядить Мобильный телефон и все остальное Человек вообще не пользуется отелями Живет на улице и кушает Ну, то, что найдет, видимо То, что кого поймает Ну, интересный подход Даже, грубо говоря, у таких бюджетных путешественников Есть уже солнечные батареи, заряжайте Так, в Денни, конечно, множество ресторанов И в них для российского человека Покушать стоит где-то евриков 50, если честно Местные с местной кухней справляются Где-то евриков, может, там, за 15-20 Но мы рекомендуем вок-буфет в ресторане Смотрите, 11 евро стоит, видите А в 11 евро это буфет Там более 50 блюд, все включено Заходишь и ешь сколько угодно, что угодно Все морепродукты, бывает даже лобстер и омары Не шучу, серьезно Так что мы все время обедаем здесь Только из-за того, что это бюджетный вариант Добро пожаловать в Крым в чай так покушали мы в китайском ресторане реалвокс обошлось и нам конечно не 10 евро 1250 зато даже с алкоголем вот по-прежнему собирался примерно 40 понимаете в тирочек поскольку мы в день это поищем себе каких-то развлечений помотаемся по городу и наверное попробуем подняться в денийские горы то есть на байдарках поплавали по замку походили пошли в гору сходим а посмотрим как как раньше говорил мы это все делаем на шару то есть есть какая-то программа мапсми программы мы как-то ориентируемся за местности и вот то что под руку попадает то есть смотрим но честно говоря пока разочарований не было резинулся прикольно очень красивый вид куда бы мы не поехали первое что приходит в голову здесь очень красиво так ну что ребят приехали маяк чувствуете ветерок здесь поднимается ну вид какой смотрите машину паркуем прямо с парковочки до маяка еще метод по моему 15-20 вид шикарно сейчас будем удивлять вас видом пошли прогуляемся по маяку который находится в тени дениский маяк здесь на миллион на что надо обратить внимание вот там пальчиком показывает идет паром с голубой такой полоской это паром на ибит то есть ибита отсюда находится полтора чаще си езды через полтора часа а по правую часть я вижу 250 яхт поедем туда следующий раз для дайвинга видимо там самые красивые кораллы и вот когда я подниму сейчас в тенью на маяк я действительно буду видеть все я буду и видеть и битву я буду видеть половина коста-банка с другой стороны не со стороны бенидорма ради этого мы отправляемся пошли маяк подобрал местечко где не так много ветра но все равно картинка темная получается потому что солнце практически стоит зените и как бы камеры не вертел я всегда затемненный до такой маяк находится в той стороне то есть маяк чуть-чуть идем позже и вот такая обзорная площадка их тут четыре штуки это дения да напомню и на них можно смотреть то есть в той стороне у нас видно огромная скала не назову что за скала но согласитесь вид на миллион яхт и опять вот такое пространство коста-бланка вот там где пальчиком показывают там примерно на вскидку полторы тысячи не парковочных яхта которые видимо ныряют и там очень красиво туда обязательно сплаваем на следующих выходных сейчас просто обзор пошли так поскольку из-за камеры нам не получилось показать вам подводные пещеры и надводные да потому что камеру туда нельзя соблюдать мы на на еще одну пещеру и надеемся что мы в нее попадем смотрите какой энтуражик вот такой обалденный кстати вот красный цветочек и вот на фоне этого кактуса где тут в пещерах мы паркуем свой бусик и дуем вот туда в скалы на google maps говорит что там есть пещера уже по традиции как подходишь к какому месту сопримечательности есть табло и зараза все на тарабарском не понимаю я о чем но я насколько понимаю мы находимся здесь поднялись уже даже нет ни метров ничего все здесь нельзя понятно горы жара не пить не курить ничего идем вот сюда видите вот маршрут вот человечек отсюда пошел и он идет вот сюда вот в пещеру то есть идти нам примерно там километра три уже темнеет поэтому пойдем побыстрее давай гора как обычно внизу холодно наверху себя не знаю что снять и мы движемся в горы в пещеру друзья мои полтора километра шли я думал что счастье близко пока не наткнулся на эту табличку до пещеры еще четыре с половиной километра то есть вместе пятерочка вот что значит дикий туризм этого мы никак не ожидали я честно говоря вымотался уже на полтора километра ну попробуем мы дойти до этой пещеры четыре с половиной но уже не обещаю уже я не знаю что с тебя с ней было возможно снять шкуру вода превратилась в чай ну вид вид покажу вот единственное что релакс и зона отдыха это вид когда стоишь на макушке этой штуке даже не набру сколько он еще километров на уровне моря но Дэния здесь как на ладони вот он он порт если посмотреть вот та большая гора это там где был замок это за сегодняшний день мы намотали мы столько прошли то есть маяка даже вообще не видно еще за углом вот это вот то что мы покрыли за сегодня еще четыре с половиной километра туда а потом пять назад это для того чтобы вы увидели вот это видео я счастлив хотя до макушки горы остается совсем чуть-чуть здесь ну что остался последний километр подозрительно что здесь ни одного человека нам так за все время пути не попалось это очень подозрительно подозрительно плохая дорога может это не такая уж особенное место для достопримечательностей но не в наших интересах сдаваться если уж мы что-то наметили придем до конца хотя честно говоря не советую вам повторить то что мы делаем лучше идите на пляж отдыхать 40 градусную жару это точно того не стоит пока все ребят прошли мы ровно пять тысяч метров пять километров честно говоря не знаю стоило оно того или нет сейчас покажу пещера собственно говоря вот так вот и выглядит вот мы залезли через эту дырку спускаемся вниз и пошли вот они пещеры пошли посмотрим стоило такие мучения это или нет сейчас проверим выглядит она вот таким образом ей мать хуйня там же не написано что это эта пещера то есть вкратце расскажу историю мы перепутали немножко тропу а здесь подобных пещер оказалось очень много и мы пошли в самую дальнюю пещеру мы туда пять километров прошли и назад пять километров а люди ходят в ближайшую вот в этом то есть небольшая пещерка чем она интересна здесь горная вода сверху у нас где-то полтора километра примерно там скала и с нее стекает горная вода чистейшая вода и вот та купель в которую можно эту воду пить и самая чистая вода все сюда ходят купаться вот именно с фонариками приходите откупались такой кайф на улице там плюс сорок а здесь ну просто нулевая температура и холодная водичка чувствуешь себя молодым бодрым и приятно когда искупался в чистой горной воде помните в начале пути я говорил насколько все неорганизовано в Испании только на испанском никакого английского а вот этот указатель говорит что? о том что там пещера и о том что там пещера вот смотрите какие два интересных указателя вот и поймите их тарабанцев надо было оказывается идти вот так вот и тогда бы мы не прошли бы лишних десять километров кеды сними нет короче нашли мы новую пещеру в этой пещере есть вот такой горный источник он очень холодный и в нем реально можно купаться чистейшая горная вода здесь реально прыгаешь в эту купель и купаешься если конечно не страшно потому что там полная темнота и чаще этой воды не будет вот смотрите наш коллега сейчас этим и займется да комментируй как водичка очень холодно но ай ну что ж на этом наше путешествие в деню заканчивается путешествуйте подольше и подальше чего обошлось нам это путешествие это путешествие нам стоило двадцать евро нам обошлось топливо и автобан мы ехали с города Венедорм двенадцать пятьдесят у нас ушло в день на одного человека чтобы покушать замок на одного человека обошелся в три евро и пожалуй это все расходы ну может быть можно закинуть десять евро с человека на всевозможные сувениры этот город не отличается особенно какими-то достопримечательностями надо понимать что на Коста-Бланка люди не едут за какими-то архитектурными изысками они находятся в Барселоне это надо понимать сюда едут люди для чего для того чтобы получить шикарные фотографии и насладиться шикарными видами как под водой так и над водой здесь есть на всех уровнях абсолютно очень шикарные виды например как сейчас город Дения который у меня на ладони и эти пещеры хотя они не отличались какими-то особенными пещерами которые находятся где-нибудь в Грузии там в Пурции или в Польше но они имеют тоже собственную какую-то черту собственный характер они по-своему действительно интересны собственно говоря как вся Испания и как город Дения который находится за моей спиной всем пока следите за нашими роликами до новых встреч а если вы владелец какого-либо отеля или интересного места не забывайте приглашать нас наши контакты находятся ниже мы с удовольствием приедем расскажем и о вашем замечательном месте вот теперь всем пока и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok